добрый вечер коллеги и партнеры у нас с вами сегодня началась следующая трудовая неделя и вообще сегодня первый рабочий день октября если меня слышно видно хорошо поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате и сразу хочу уточнить те которые у нас впервые может быть давно не слушали информацию касаемо развития нашего проекта на плюсики поставьте цифру к 1 буду вам за это благодарен мы с вами находимся на презентации компании skyway капитал проекты который вам предоставляет возможность стать совладельцами новой инновационной транспортной технологии которую компания выводит на международный рынок вот и помимо всего прочего помимо совладения технологий вы можете стать еще и скажем так человеком который станет успешным планы получения высокого уровня дохода да и плане того что можно создавать бизнес-процессе скажем так взаимодействие с нашей компанией даже до момента выхода группы компаний skyway на международный рынок транспорта и на рынок инвестиций да то есть на тогда когда на биржевых площадках будет копироваться доля нашей компании вот вот таким вот образом итак друзья презентация обычно состоит из двух частей мы с вами поговорим кратко сжато в первой части о технологии да в принципе будет сегодня показано несколько роликов кое-какие ролики будут новые поэтому в принципе это сегодня пришли они скажем так эти ролики ну наш не увидит потому что они в открытом доступе пока не выложено это ролик смонтированный касаемо тех транспортных средств которые сегодня проходят испытания на территории нашего теста участках мы раньше называли тестового полигона который находится в минской области далеко от города марина горка и вторая часть у нас будет вестись речь непосредственно об инвестициях от их долей компании которые вы можете сегодня приобрести на десятом этапе развития наших технологий это друзья технология skyway что это такое да то есть это транспорт транспортная технология второго уровня то есть патевая стакада патевая транспортная структура поднятая над землей на высоте там от места десятка сантиметров до нескольких десятках и даже сотен метров то есть это можно устроиться таким образом который имеет огромное количество преимуществ по отношению к любой транспортной системе используем и нами ежедневно какие мы знаем транспортные системы посреди жизни автомобильный транспорт железнодорожный транспорт водный транспорт речной и морской и воздушным у всех у них есть свои преимущества по отношению друг другу да мы их нельзя назвать экологически чистыми все без исключения их нельзя назвать абсолютно безопасными их нельзя назвать все погодными и рельефными да то есть у каждого из этих видов транспорта есть определенное количество сложности не дай бог что это будет происходить например с окружающей средой сильный ветер сильный туман сильный дождь сильный снегопад и так далее так далее сразу начинается препятствия по отношению к тому чтобы транспортные средства в этих транспортных системах перемещались из точки а в точку б все эти скажем недостатки по сути дела убирает технологии под названием skyway это так называются тринадцатого года либо струнные технологии юницкого струнный транспорт юницкого небесные дороги юницкого свое время они по-разному назывались данной технологии на сегодняшний день 40 лет в течение четырех десятков лет советский белорусский российский ученый изобретатель предприниматель инженер конструктор до человек который занимался и работал в направлении патентов пакет пакетоведения то есть него второе образование это пакетное право да то есть 1 инженер транспорта 3 образование проектирование строительство высотных зданий инфраструктурных сооружений все три образования высших которые не получены сегодня он близует на практике технологии под названием труны транспорт либо более широко мы скажем странами технологии потому что стронной технологии это не только еще транспорт о котором мы говорим в основном да и сейчас еще перфекаты проходим когда это еще строительства мостов посмотрел их технологии по построке disciplines по сам дорогу это строительству строительных портов после концов строительства здание высотного типа небостребов до издание какой же Alfred для проживания компактного одной семьи отдельно взятой в удобном жилье шаговой доступности от транспорта который и экологически чистый и безопасный на 3-4 порядка безопасность выше чем автомобильный транспорт с которым мы с вами сталкиваемся каждый день кстати если говорить о безопасности автомобиля да то у нас вот есть явление такие неприятные у людей да это войны вот и вы знаете в войнах есть оружие которое устреляет так вот в этот автомат калашникова до которого выпущено огромное количество на эту планету бывает гораздо меньшее количество людей чем то количество людей которые гибнут автомобильных товаров то есть автомобиль страшнее чем автомат калашников далее транспорт более доступны по цене потому что строительство самой путевой структуры инфраструктуры это здание вокзалах это здание скажем так погрузится возгрузки терминалах и сегодня говорит о грузовом skyway и кстати skyway затрагивает все три направления транспортного просит было это грузовой транспорт который сможет перемещаться со скоростью по 20 и даже более километров в час и перевозит там он может быть кажется кучего за жидкости так скажем штучные грузы и контейнер до далее это городской транспорт который может перемещаться scores Kitty до 150 км час в зависимости от необходимости это высокоскоростной между дорогие международный транспорт который сможет привлечать со скоростью 500 километров в час и выше далее помимо того что это наиболее экологически чистый до безопасный доступный по цене скажем так не требующий фактически никаких денежных средств на амортизационные расходы обзавляет на колледже низкие генеральной конструкции что между построенным из доката может из тогда там она служит почти 100 лет а может даже и будет мы с вами видим зачастую что железнодорожные пути автомобильные асфальтовые дороги перекладывают там раз-полтора-два года особенно тех магистралях на которых мы по крайней мере советую на территории бывшего советского союза хотя вот путешествие то бывает европе например даже в южных странах либо северных странах смотрят что они дороги строят не для того чтобы их ремонтировать каждый год и для того чтобы скажем так делать какие-то работы может быть раз 20 лет у нас и немножко по-другому но чтобы не быть скажем голословым и чтобы дать понятие понимания да что я себя представляет стройный транспорт я включу тот ролик который мы традиционно включаем на наших презентациях называют он транснет речь пойдет о новом шаге наверно новом витке развития мировой паутины мировая паутина перемещения грузов и людей которые себя впитают все преимущества и достоинства мировой паутины под названием интернет то которая вошла в нашу жизнь вместе скажем так с серьезными изменениями в коммуникационной сфере в сфере передачи информации как любит говорить на коллега очень низкие сначала там двадцатого века до сегодняшнего дня скорость передачи информации увеличилась на мой порядок скорость перемещения людей же не слишком сильно поменялось потому что гоночные автомобили были даже начале двадцатого века которые развивали скорость она до 150 километров час но не стать перемещаются скорость ниже чем итак друзья ролика транснете и дальше с вами будем говорить о технологии тропа сегодня будет видимо транспортные пути живительные артерии современного мира кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться представьте себе быструю экологически чистую транспортную систему для строительства который потребуется в десятки раз меньше материалов земли средств чем для классических дорог в мире нет аналогов этой системы хотя все ее элементы известны и используются сегодня традиционно транспортные системы не оптимальны и не отвечает требования времени к идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа основа транснета жестко струнного рельса по своей сути мостовой ванты струна зашита в балку жесткости становится легкой но необычайно прочной путевой структуры транснет изобретение юницкого признанная в научном мире и проверенные годами испытаний запатентованной технологии эта коммуникационная система из трех составляющих специальная путевая структура установленная на опорах подвижной состав на стальных колесах инфраструктура транспортная энергетическая и информационная расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии а также для обеспечения высокого уровня безопасности транснет очень простая и универсальная система спектр ее применения практически не ограничен технологии транснет эффективны в самых разных отраслях экономики при разработке месторождения при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах северороссии транснет это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт вот такая технология этот ролик на сегодняшний день наверное порядка 10 лет может быть чуть меньше да и по сути дела все что вы в нем видели кроме анатолий дарочери и второго ведущего это компьютерная анимация как я говорил самой технологии на сегодняшний день уже четыре десятка лет условно развитие самой технологии историю развития можно разбить на четыре этапа очень длительный этап был с конца 70-х по середине 90-х первый этап это первой научной публикации признание федерации космонавтов ссср первый грант на развитие технологии от советского фонда мира именно в это время прошла первая международная конференция по тематике не ракетного освоения космоса на территории республики беларусь в городе гомеля все это было первый этап второй этап середины 90-х по 2000 год это этап когда анатолий дарочери низкого в санкт-петербурге была своя научная школа он занимался в первую очередь вопросами аэродинамики именно на этом этапе организации обменных наций эксперты данной организации дали заключение что необходимо выделить деньги на развитие данной технологии и они были выделены то есть был получен первый грант организации обменных наций именно в это время были продемонстрированы действующие физические модели различного размера 1 15 до 1 5 третий этап чем важен тем что анатолий дарочери юницкого в московном городе озера с 2001 по 2009 год был свой собственный испытательный участок полигон благодаря содействию некоторых чиновников государства российского первую очередь это александр лебедя губернатора красноярского края который понял что вот именно красноярскому краю в первую очередь нужны такие дороги которых расскажет юницкий губернатор московской области еще целый ряд скажем так представителей научных кругов мира транспорта но в основном конечно были скептики да но на третьем этапе о технологии узнал как мы говорим весь свет средства массовой информации центральные каналы телевидения новостных передач и говорили о технологии низкого целый ряд региональных телевизионных каналов показывал тематические передачи достаточно длительные где был самый низкий либо его партнеры по развитию технологии до далее организация университет нации в этот промежуток времени выделила второй грант на развитие технологии были заключены даже государственные контракты о строительстве дорог целом регионов российской федерации это фитомансийский автономный вокруг это хабаровский край еще там будет целый ряд регионов далее был получен второй грант оон как я вам говорю ну и по сути отработана скажем так технология второго поколения струнного транспорта зим-131 который взбирался по стальной инстокраде там 150-170 метров все было сделано именно так как предполагал юницкий то есть стальные рельсы стальные колеса протянутые струны внутри этих рельсов это канаты мощные которые были натянуты закачан бетон это все так нужно было делать по технологии и конец данного этапа казалось и пришел к падению то есть самое что ни на есть развитие технологии представление технологии президента российской федерации дмитрию медведеву на госсовете который проходил в ульяновске губернатор ульяновской области делал доклад небольшой и предлагал развивать данную технологию к сожалению после того как закончился госсовет и было дано негласное решение выделить порядка миллиарда рублей изыскательной транса на развитие технологии полигона подмосковье не стало его скажем так растащили по частям то есть по сути дела не оставив камня на там было заявлено что это государственная земля на не должно начаться какое-то важное государственное строительство там государственного объекта да но до сих пор там ничего не построено и чтобы вы представляли как выглядел технология струнного транспорта на третьем этапе развития струнных технологий я вам сейчас включу ролик который прокручу не полностью но я думаю первую часть продемонстрирует по крайней мере как выглядит сейчас тот памятник стоящий на территории таких а парка до минского области далеко от города марина горка где у нас сегодня центр строительство центра демонстрации сертификации стоит итак друзья я прощаюсь буквально на секунд 30 50 и мы продолжим дальше на общение 150 метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси двумя ребордами внутри тонких рельс струн натянуты троты под струны чтобы убедить в безопасности конструкции становится автор проекта анатолий юницкий струнная дорога система это очень удобная система и доказательством того является то что я стою под грузовиком 8 12 тонн первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель виктор крыженецкий на случай экстренной эвакуации 20 метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу испытатель жмёт на газ и грузовик снова и снова разбирается на стакаду кроме испытаний различных вариант вот так друзья выглядел струнный транспорт ну скажем так 10-12-15 лет назад сейчас все выглядит по-другому мы говорим сегодня четвертом поколении струнного транспорта и вы увидите ролики причем не анимацию да как мы привыкли на последние года полтора а именно то реально что сегодня перемещается по территории это технопарка в минском месте и так друзья четвертый этап начался он где-то с десятого года после того как не стало полигона в озерах юницкий не опустил руки он продолжал проводить переговоры с людьми мира бизнеса которые были деньги и с чиновниками разного уровня целого ряда государств цель была простая изыскать денежные средства на строительство еще одного теста участка чтобы продемонстрировать что из себя может технологию skyway и сертифицировать транспорт приступить строительство дорог в разных уголках земного шара там где технологии будут востребованы то здесь юницкий перестал привязываться какой-то территории будто россия украина бывшая территория снг будь где будет до тринадцатом году он принял решение оценить все то что он наработал за долгие годы и независимые европейские агентства и компании оценили технологию сумму превышающую 400 миллиардов долларов сша на основании интеллектуальной собственности было зарегистрировано компания на территории великобритании и в тринадцатом году в конце продумав стратегию юницкий обратился к простым людям к тем кому нужен безопасный экологически чистый комфортный недорогой по цене транспорт то есть там с вами не чиновникам у которых принципе проблем передвижения нет по крайней мере по россии у них есть синие ведра они везде могут проехать затормозить все движение там на полдня до остальных они могут летать у них есть там вертолеты частные либо что-то еще вот у нас с вами такой прерогатива нет поэтому дан транспорт нам просто необходим потому что те кто особенно живут крупных городах они видят что происходит утром и вечером то есть пробки гай сплошная потому что работают двигатели автомобилей и так далее пойдем сейчас появилось огромное количество заболеваний различных которых не было раньше да если вы обратите внимание вот женщины которые гуляют детьми например по улицам как правило коляска находится на уровне ниже чем взрослый человек до соответственно ближе к выхлопным трубам автомобилей соответственно ребенок получает всю ту гадость которая вылетает выхлопных трубах автомобилей и так технология была оценена венецкий обратился таким капнул из 14 года началось привлечение денежных средств как и на данном слайде буквально кратко на нем остановлюсь вы видите небольшой перечень структур которые давали свои экспертные оценки заключения в момент существования полигона подмосковном городе озера это государственные институты имеющие прямое отношение к транспортной сфере это институт проблем транспорта российской академии науки министерства экономики транспорта российской инженерной академии организации обменных наций петербургский госуниверситет такие сообщения и так далее список этих структур гораздо больше если вы заглянете на сайт юницкого 3w nitsky.com кстати вот если говорить немножко донатолий дворниче более 140 изобретений 18 монографий более 200 научных работ целым рядом из них и можете также ознакомиться на сайте большое количество видеоматериала как про самого генерального конструктора так и про про будто который мы с вами говорим большое количество научного даже нервны скажем так направление информации где вы можете посмотреть формула ознакомиться скажем с расчета аэродинамики и так далее так далее если вам это интересно ну а скажем людям говорю друзья даже если вы не являетесь инженером транспорта даже если вы не учили сопромат в институте, то вы можете в принципе легко стать инвестором нашего проекта, стать совладельцем любого пакета долей и в будущем получать доход от того, что данная технология будет распространяться по всему миру и прибыль, компания, часть этой прибыли будет распределять между теми людьми, которые сегодня и помогли развиваться, которые сегодня приняли участие в соинвестировании строительства этого технопарка на территории Республики Беларусь. 14-й год, начало привлечения инвестиций, первая презентация в Туле, меньше двух десятков людей, какое-то количество из них сказало, что да, мы будем это делать, давать информацию другим и помогать привлекать инвестиции. В 2014 году прошло три международные конференции, две из них в Москве, это середина весны и июль месяц. С июля месяца, с 22-го числа на второй день после московской конференции я сюда пришел в компанию работы. Далее конференция на территории Республики Беларусь, которая была в конце весны и начале лета 2014 года, дала толчок развитию нашего предприятия на территории Республики Беларусь. То есть появились первые инженерные конструкторские кадры. Сегодня их там несколько сотен, которые работают на благо реализации данной технологии и количество сотрудников нашей компании будет увеличиваться и увеличиваться. Почему? Да потому что сегодня мы уже имеем свои собственные производственные площади, которые расширяются. Закупается импортное дорогое высокоточное оборудование с программным направлением, которое будет работать на благо внедрения технологии под названием «Сколды». 2015 год был тем знаменателен тем, что определились с участком местности, был проведен целый ряд успешных переговоров на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Америки. В июне месяце мы получили в пользование на долгосрочную аренду этот участок земли 36 гектар недалеко от Марьиной Горки на территории бывшего танкового полигона. В июле месяце начались первые изыскательские работы, а в августе пошло полным ходом строительство этого технопарка. Строительство ушло на деньги, которые мы привлекали посредством платформы краудинвестинга, которая работает у нас и сейчас. И 99,9% всех денежных средств нам пришло именно по этой схеме, что доказывает, что платформа была выбрана правильно. В сентябре был получен в 2015 году инвестиционный код ценной бумаги, это процедура, которую проходит компания, акция которой сегодня копируется на крупной дирижевой площадках. Далее. В сентябре был осуществлен приезд и приглашение экс-министра транспорта Южной Австралии господина Рода Хука, который после приезда в Белоруссию знаком санаторией Дуардовичем, из знакомства с технологией, стал ярым ее сторонником и сегодня работает над реализацией технологии на территории континента Австралии. Попутно он нам помог на целом ряде мероприятий, представлял технологию, он владеет английским языком, потому что это его родной язык, и он нам очень здорово помог знакомых, скажем так, людей со всего мира на мероприятиях, например, под названием Минотранс, и на мероприятиях, которые он сам проводил вместе со специалистами компании Орком в 2016 году, это было в октябре месяце, на территории Австралии, в Мильбруне. Это был 23-й международный конгресс интеллектуальных транспортных систем. Далее, в 2015 году был заложен так называемый нулевой километр дороги Скайдрей на территории полигона на Марьиной Горке, и была проведена международная конференция, на которой подвели итоги того, что было проделано, и планы на будущее. Плюс ко всему, в ноябре 2015 года было принято решение привлекать инвестиции посредством пакетов долей компании в рассрочку. Это удобно компании. Наперед можно планировать и видеть, какое количество денег тебе придет через 6, 8, 9 и 10 месяцев. У нас были такие пакеты, и сейчас они такие остаются. И это удобно людям, потому что они могут ежемесячно инвестировать незначительные денежные средства и получать на выходе по окончании выплаты рассрочки большой пакет долей компании. Соответственно, чем выше ваша доля, тем больше в будущем вы будете получать денежные средства при распределении дивидендов от прибыли компании. Далее, 2016 год. 2015-2014 год был годом установочным, годом выживания, потому что многие просили, что вы не выживете, месяц не проживете, квартал не проживете. Полгода, год в итоге прожили. И даже стали чувствовать себя неплохо. В 2015 году я вам рассказал, что произошло. 2016 год стал, наверное, годом переломным, потому что о нас заговорили все больше и больше не только в СМИ, но и в сфере специалистов мира транспорта. Почему? 11 февраля 2016 года на заседании экспертного совета Минтранса Российской Федерации технологию признают инновационной. Сразу же после этого поступает приглашение на участие в крупном международном транспортном форуме, который проходит раз два года в Берлине на территории Евросоюза под названием «Инотранс». В марте месяце 25 числа экспертный совет, рабочая группа экспертного совета признает технологию перспективной для использования Российской Федерации. В начале года 2016 года компания планировала провести только одно мероприятие под названием «Экофестиваль». Оно, кстати, с успехом прошло на территории Республики Беларусь. Это было в Марьиной Горке, это было в Ницке 23-24 числа. Но вот после этого, как я вам сказал, было мероприятие под названием «Инотранс» с 20 по 23 сентября в Берлине. Было два крупных форума, которые проходили непосредственно в самой Республике Беларусь, в Минске, в Манеже, и скоро одно из них снова состоится. Это «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспорт и логистика» 2016 в октябре. И в этом году, по-моему, то ли с 3 или по 5, но даты нам точно. Следующее мероприятие в Беларуси прошло с 11 по 14 – это энергетический и экологический форум белорусский, на котором присутствовало 300 предприятий, а на первом порядка 80 компаний предприятий. Далее 23-й международный конгресс интеллектуальных транспортных систем я вам сказал. Мероприятие в Москве, которое было в 16-м году с 30 ноября по 2 декабря. На это мероприятие мне довелось участвовать тоже. Я видел все своими глазами, какой интерес вызывала технология. Я просто помню мероприятие, которое прошло в 2014 году, когда я только начал работать в компании, в территории завода «Москвич». Мероприятие под названием «Монокер-2014». Мы стояли, действительно у нас был маленький столик, монитор, где-то там в углу. Было выделено помещение порядка на 20-30 проектов, которые считались инновационными. К нам мало кто подходил и специалистов перед транспортом, инноваций и так далее. Были там инвесторы и прочее. На мероприятие, которое прошло в Москве, я могу сказать просто, я там был. Уже большой, живой интерес вызывал у чиновников разного уровня, у разных уголков Российской Федерации. Был чиновник из Евросоюза, который имеет прямое отношение к транспорту, который делал доклад третьим на мероприятие «Транспорт России-2016» после министра транспорта и после господина Иванова, который является советником президента по целом ряду вопросов. Каждое из данных мероприятий дало, скажем так, свой толчок в развитии технологий. Огромное количество людей в мире, из мира транспорта, финансов, научной техники, мира туризма и целого ряда других направлений жизнедеятельности человека узнали в развитии технологий под названием «Скайл». После этого начались постоянные приезды различных делегаций с разных уголковых земного шара, ну и переговоры специалистов нашей компании также в разных странах и городах о том, что у нас есть технологии, которые мы можем реализовать. Найти эту информацию несложно, откатиться на год назад в новостях и посмотреть, что происходило, посмотреть видеоролики, почитать и так далее. Одно могу сказать. Еще в марте 2016 года мы очень обрадовались тому, что в районной газете Пуховичского района, я не помню название даже, 7000 экземпляров тираж было напечатано, что в Мариной горке строится эко-технопарк, новые дороги инновационные и так далее. Это было очень радостно для нас, потому что редко тогда про нас писали, что хорошее и прочее. Начиная с апреля все чаще и чаще стало упоминаться технологии SkyWay в СМИ, на радио, в интернет-изнаниях, на телевидении. И это была не только Беларусь, это была не только СНГ, это были страны Европы, это была Юго-Восточная Азия, это была Австралия. Сейчас, по сути дела, не успеваем отслеживать каждый день, где и что про нас печатают. 99% отзывов положительных. Вы видели, кстати, господина Морозова, который также посетил выставку «Транспорт России-2016», мы у него взяли короткое интервью, ролик вы можете найти на нашем сайте в разделе новостей. В конце 2016 года был заключен договор в начале сертификационных работ наших транспортных средств. Кстати, я еще одно слово добавлю, на «Инотрансе» и на белорусских выставках были представлены действующие модели, действующие экземпляры промышленные, транспортные средства под названием «Юнибайк» и 14 мест «Юнибус». Собраны они были за 3,5. Обычно на разработку, скажем так, и обкатку моделей автомобиля крупные концерны автомобильные тратят порядка миллиарда долларов. Они с момента создания, обкатки, проведения испытаний, потом эта модель мнут в железку и если все нормально, на выставке прототип представляет, он прошел все, что нужно и понравилась эта модель, через год-полтора-два начинают выпускать все иные модели автомобилей. Здесь речи ни о каком миллиарде не шло. То есть люди в жатые сроки, тоже есть и другие людей, которые собирали подвижной состав, они все имеют прямое отношение к миру транспорта, к миру автомобильного спорта и так далее. То есть люди, которые 10, 20, 30, 40 лет соприкасаются со сферой транспорта. То есть те, которые на своей шкуре, на практике знают, что это такое. Итак, первый прокат, кстати, Unibike состоялся 28 ноября 2016 года. Вы видите улыбающийся Анатолий Дарович Челеницкого. И после этого, как я говорил, огромное количество диригаций как к нам приезжали, так и мы ездили в разные страны. Конечно же, это очень серьезно развивающийся направление в Индии. По окончании 2016 года решением, скажем так, руководства Республики Беларусь был выделен участок местности в протяженности еще там 16 километров для того, чтобы мы могли построить высокоскоростную Skyway, чтобы продемонстрировать скорость до 500 километров в часа выше. И сейчас как раз в этом году и в следующем году будет вестись активно строительство этой трассы, чтобы показать, что транспортные средства, кстати, высокоскоростные уже собирается. Это вот то, что касается 2016 года. 2017 год тоже ознаменовался целой чередой важных событий. Это выставка под названием Railway Tech 2017 в Индонезии. Это выставка Smart City с 10 по 12 мая в Индии. В промежутках между этими мероприятиями проходила целая череда переговоров с представителями как Индонезии, так и Индии. Сейчас в компании принято решение, уже открыты филиалы именно и в Индонезии, и в Индии. И ведутся переговоры с предприятиями, которые будут принимать участие в возведении дорог на территории этих стран. Потенциально адресные проекты растут как грибы. И вот буквально недавно я был на еще одном форуме в этом году, который прошел на прошлой неделе. Это была Москва, это был президент отель, далеко от метро полянка, где проходил форум, но уже не для всех посетителей. Здесь рядовые посетители не могли попасть внутрь. Это для специалистов мира транспорта, для чиновников разного уровня, для представителей регионов. Обо всем том, что является передовым в сфере транспорта на территории Российской Федерации. Называлось это «Интеллектуальная транспортная система России» 2017. На этом мероприятии была создана организация, ассоциация, в которую любой желающий может войти. Цель ассоциации – это те новшества и те нововведения, которые дали положительный результат в транспортной сфере, доносить до регионов Российской Федерации не только, с выходом на международные площадки. С нами очень долго беседовал господин Яковлев его фамилию. Он является заместителем руководителя данной ассоциации. В этом принимает активно участие господин Пян, который курирует транспорт на отрасли в Совете Федерации, в Госдуме Российской Федерации. На данном форуме двудневном был виден интерес, который проявили как специалисты мира транспорта, как наши соседи, которые были на форуме, так и люди, которые имеют отношение к администрациям различного уровня, в районах, областях и так далее. Много народу интересовалось. У прессы совершенно другое отношение, чем то, что было в 2014 году и даже в 2016. К нам здесь отнеслись серьезно. И чтобы не быть голословным, хотел вам показать еще несколько роликов, очень важных. Первый из них, наверное, это интервью с Анатолием Горчим Юницким после форума, который состоялся в Индии. Буквально пару недель назад. Белорусско-индийский форум, на котором были представители Беларуси, это руководители крупных промышленных предприятий мира бизнеса. И то же самое было с индийской стороны. Там президент Республики Беларусь Лукашенко встречался непосредственно с премьером Индии. У меня вот есть газета. Их осталось мало экземпляров, но у меня есть раритет. Я его показывал. Видите? Первая фотография вверху Лукашенко с премьером Индии. И внизу под ними информация о струнном транспорте. Газета называется 5Mational Express. Вышла она от 11 сентября 2017 года. Вот такой раритет у меня здесь есть. Это после выставки в Москве. Он мне как бы достался. Далее. Сейчас давайте послушаем интервью, а потом еще поговорим немножко. Поддержку в Индии находят проекты, которые связаны с зеленой экономикой. Еще лучше, если речь идет об инфраструктуре. Войти на рынок со своими электробусами планирует Белкомунмаш. А вот белорусскую инновацию, частную, так называемые небесные дороги, представляет автор и генеральный конструктор. Принципиально новый вид транспорта. В Индии у нас уже есть предзаказы на несколько проектов. Это грузовые перевозки, угольные электростанции. Это городские перевозки, это портовые перевозки, контейнерные и международные перевозки. Это белорусская разработка, белорусская инновация. Она очень востребована в Индии, где миллиард 300 миллионов человек, коммуникаций недостаточно, инфраструктура не развита. И мы можем помочь. У нас уже здесь создана компания совместная с индийской стороной. И нам тоже сейчас выделяют землю под тестовые участки. Это передача новостная центрального телевидения Республики Беларусь. Первый канал «Беларусь-1». То есть это самое, что ни на есть, скажем так, государственное телевидение. Далее. Следующий ролик, который демонстрирует итоги бизнес-форума, который проходил в самой столице Республики Беларусь. Минске подвели итоги форума предпринимателей и промышленников. Ассамблею Международного конгресса промышленников и предпринимателей в кругах экономистов называют элитарным клубом экспертов. В одно время и в одном месте не теоретики, практики, бизнесы и управления. А всего более 50 человек. Минск местом встречи выбран не случайно. Интерес к белорусским инновациям. Например, наша страна первая в регионе предлагает так называемые струнные технологии. Новый вид транспорта сможет сократить время пути из Минска до Москвы до полутора часов. Экономика Республики Беларусь является... Итак, коллеги. Канал ОМТ. Это буквально 7-10 дней назад на территории Республики Беларусь. Вы заметили, что сказала ведущая? Наши струнные технологии. Мы сейчас дошли до того, что 3 года назад мы даже не могли предположить, что кто-то будет говорить о нас каким образом. Были сложности, были трудности. Были трудности с землей, которые нам выделяли в Литве, потом отнимали. Мы теряли деньги. Сейчас мы их снова вернули. Причем деньги кого? Людей, которые инвестировали в нашу компанию. А сейчас уже Беларусь, невзирая на все сложности, которые были тоже и год назад, и полтора года назад, говорит, что это наши струнные технологии, которые мы первые в регионе реализуем и так далее. Вот таким вот образом, коллеги. Вы помните первый ролик, который я вам показывал? И там мы говорили о том, что была, как вам это сказать, компьютерная анимация. Я покажу вам еще пару-тройку роликов, которые обещал, которых нет нигде, которые не выводы на сегодняшний день. Но прежде чем это, минутное интервью с господином Бадулиным, которое он дал после мероприятия, проходившего в Москве, под названием «Интеллектуальная транспортная система России». Я представляю проект «Небесных дорог» или «Технологии Skyway» «Транспорт второго уровня». От участия в форуме остались самые положительные впечатления. В частности, удалось презентовать проект министру транспорта России Максиму Соколову. Также удалось познакомиться с организаторами форума, с многочисленными представителями транспортной отрасли России и зарубежных организаций. Также с многочисленными средствами массовой информации. Я надеюсь, что по итогам форума удалось получить многочисленный контакт со средствами массовой информации, что будет способствовать продвижению нашего проекта в СМИ Российской Федерации. Кроме того, удалось также пообщаться с представителями Финляндии, где также выразили заинтересованность в нашей технологии. Наш проект Skyway Небесной Дороги – это транспорт второго уровня, который парит над землей на ажурной эстакаде, которая по прочности аналогична традиционным балкам и мостам, и которая является одним из наиболее экономичных, экологичных и безопасных транспортных систем, что подтверждено заключением Российской Федерации. Итак, коллеги, это интервью Кирилл дал в самом конце мероприятия, это было в четверг вечер, то есть уже мы собирались, подходили представители организаторов форума, и, кстати, они же являются тоже членами этой ассоциации. Мало того, на этом форуме мы получили приглашение, Кирилл еще сам проводил переговоры с самым рядом людей, рассказывал технологии, участвовать в форумах, которые будут проходить в Петербурге. Один из них будет с 8 по 10 ноября, если не ошибаюсь, второй будет с 22 по 24. Оба форума касаются развития транспортной сферы, один из них касается непосредственно дорог, второй инфраструктуре транспортной, то есть, а мы имеем отношение к тому и другому, да, то есть дороги, потому что у нас странные дороги, но инфраструктура это все, что связано с созданием вокзалов и вплоть до линейных городов, да, о том, о чем мы сегодня, кстати, не говорили, но тем не менее. Те линейные города, которые будут строиться и возникать вокруг транспорта второго уровня, который будет в шаговой доступности, и вы будете легко перемещаться в любую точку на карте нашей планеты, благодаря высокоскоростному, комфортному и доступному по цене транспорту. Итак, друзья, теперь я хотел бы вам продемонстрировать непосредственно те ролики, вот, где-то, наверное, внутри какая-то гордость есть, потому что данные транспортные средства, как я вам сказал, были собраны за три месяца, да, и были продемонстрированы на форуме в Берлине. Но здесь вы сейчас будете видеть новости в движении, то есть три транспортных средства, три ролика у меня есть. Первый из них это Unibike. Это то транспортное средство, которое, скажем так, в 15-м году, если мы не задумывались, то у нас будет такой вид транспорта. Вот. Непосредственно Unibike, идея возникла, наверное, даже в 15-м году и стали думать, а почему бы нам не создать такое транспортное средство, которое может двигаться по легкой путевой структуре, вы видите, да, его можно, скажем так, использовать на природных ландшафтах, в каких-нибудь заповедниках, я не знаю, ватажниках, где люди смогут перемещаться по большим территориям, хороший обзор, и плюс никакого гряда окружающих людей. Но и на транспортных средств очень серьезно обращали внимание специалисты данного великанства. Это Марина Горда. Это Вильщевая область. Вот измерение скорости. Здесь на данном случае это 86 км в час разоград. Потом было и больше 100. Итак, коллеги, это был Unibike. Мне написали, что меня не слышно. Что? Всем было меня не слышно, да? То есть во время ролика, когда то, что я говорил, у меня не слышно, или все-таки какие-то фразы можно было различить? Дайте мне знать. Если слышно было, просто плюсик. Если нет, ага, все было слышно. Хорошо. Коллеги, второе транспортное средство Unibus 14-местный. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok предприятие под названием Ecofest 2, который у нас прошел 1 июля, на территории sc studies, демонстрировался грузовой Joni Tree Создан на базе enrollias Unibike. Чем-то ониOME похожи. Это, скажем так, едетат для сопущих грузов. Поэтому еще немножко пошлютим видео касаемо данного материала. Ну и потом я включу видео касаемо компании «Стайл-Акетики» и поговорить с вами о других ситуациях, что вы можете получить сами, что вы можете дать другим людям. Спасибо за просмотр! Итак, коллеги, как я вам говорю, это не компьютерная анимация. Это то, что реально сейчас есть. Это то, что сейчас проходит испытание. Важной вехой стало начало сертификации, которая началась 11 сентября. То есть транспортные средства под названием «14-местные унибайк» сейчас проходят испытания на территории полигона технопарка и далеко от города Марина Горка. Это то, чего мы давно ждали. И сама сертификация, сами испытания займут еще какое-то время. Потенциальное было запланировано с 11 сентября до конца октября. Дай бог раньше все закончится, дай бог раньше мы получим документы, сертификаты на то, что мы имеем транспортные средства. В процессе, вы знаете, были получены целый ряд патентов, целого ряда государственных ноу-хау, которые имеют отношение прямое, начиная от внешнего вида, заканчивая теми техническими решениями, которые юристы используют в своем струнном транспорте. Ну и теперь, наверное, тема инвестиций. Короткий ролик, касаемый компанией Skyway. И потом мы с вами поговорим о том, что мы можем, скажем так, с вами получить непосредственно в направлении финансовых, направлении инвестирования. Что же такое Skyway? Почему о струнном транспорте Юницкого говорят в СНГ, Европе, Азии и Африке? Почему в Республику Беларусь едут делегации со всего мира, чтобы заключить договора на строительство этих дорог? Skyway — это не просто транспорт ближайшего будущего. Это мечта каждого из нас, воплощенная в жизнь уже сейчас. Транспортная артерия Skyway — это безаварийное перемещение по путевой структуре, расположенное над землей в современных комфортабельных подвижных составах Юнибусах. Этот инновационный транспорт позволяет людям комфортно перемещаться в нужное им место, затрачивая в дороге минимум времени и средств. Пассажирский Skyway поможет горожанам быстро добираться в любой конец города без пробок. Автомобили — не помеха для Юнибуса, который бесшумно передвигается на высоте 5-10 метров над землей со скоростью до 120 км в час, высаживая и забирая пассажиров на станциях, также расположенных над землей. Грузовой Skyway способен перемещать любые грузы. Для этого разработаны специальные подвижные составы — юникары, которые быстро перевозят всевозможные виды грузов, в том числе и жидкие. Высокоскоростной Skyway свяжет между собой города и страны и даст возможность людям передвигаться со скоростью самолета, не поднимаясь в небо, а всего лишь поднявшись над землей на несколько метров. Skyway — надземная высокоэффективная транспортная технология, не имеющая аналогов в мире. Это скорость, безопасность, доступность, экономичность и бережное отношение к окружающей среде. Skyway — устойчивая основа для информационной, энергетической и транспортной сети нового поколения. Узнайте больше на официальном сайте компании Skyway Capital. Итак, друзья, мы с вами говорили о технологии. Теперь мы перешли больше к вопросу, скажем так, тому, что делает компания Skyway Capital. Сама компания Skyway Capital, являясь официальным партнером группы компании Skyway Capital Сегодня компания Skyway Capital предоставляет возможность людям с разным уровнем доставка, с разным уровнем дохода стать совладельцами технологии. Пока это сегодня еще возможно. Начиная с 2014 года и по 2017 год, может быть, с небольшим хвостиком, у группы компании Skyway существует 15-этапный план развития. Каждый этап подразумевает определенное количество работ, которые необходимо провести для выведения транспорта на мировой транспортный рынок. Начиная от создания технической документации, заканчивая сертификацией и выдачей транспорта на горах. На каждом этапе уровень дохода отличается. На первых этапах дисконт, как мы называли, либо венчурная премия, это звучит еще по-другому, был очень высокий. На втором он составлял на минимальном пакете от 250 раз, на максимальном пакете до 1500 раз. Сейчас мы перешли на десятый этап. Мы еще неделю не прожили на десятом этапе. Они прожили неделю на десятом этапе. И уровень дохода по пакетам, которые может сегодня приобрести абсолютно любой человек, составляет от 20 раз до 175. Это очень выгодно. То есть, перемножение денежных средств от 20 раз до 175 раз сегодня фактически не предлагает никакой бизнес. Потому что, ну, та возможность, которую вы сисковые, у нее нет ни у кого-то. Добавлю еще один важный момент. Смотрите, внедрение, введение, да, то есть, вхождение технологии SkyWay в мировой транспортный рынок сегодня очень здорово напоминает, очень сильно напоминает то, что происходило в сфере коммуникации, в сфере связи, в сфере, скажем так, распространения информации в конце 70-х годов. Тогда появились первые персональные компьютеры, тогда появились, скажем так, программные продукты, тогда появилось железо, тогда появился, по сути дела, зародился интернет. Сегодня мы, ну, в большей мере степени, в крупных городах, да, уже с интернетом, как бы так, на короткой ноге, знаем, что это такое, хотя в мире существует огромное количество мест, где его просто нет физически, потому что его, как бы, трудно куда доставить, да, хотя в мире существует уже и спутниковый интернет и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, преимущественной нашей технологии мы были на выставке. Рядом с нами находились соседи из компании Smarts, которые занимаются, скажем так, прокладкой волоконатнических линий связи вдоль дорог с целью улучшения, там, телеметрии и снабжения информацией обо всем, что может происходить тех, кто ведет по дорогам, да, вот, если с ними начать сотрудничать и просто предложить, потому что эта компания когда-то была первым оператором сотовой связи на территории Российской Федерации, они первые получили лицензию, у них было 16 областей, потом их потихоньку от бизнеса оттерли страны крупные, страны большой тройки, компании большой тройки мобильные, да, это Beeline, МТС и Мегафон, они продали бизнес в разных областях и занимаются сейчас только волокном. Так вот, если даже им предложить в дальнейшем, если мы вместе будем пробивать такие волки перед головой стены, чиновничьей и так далее, и так далее, и строить дороги, то даже продать просто будучи оператором по предоставлению услуг высококачественной связи проводной, да, они смогут хорошо себя чувствовать благодаря нашим дорогам, потому что мы можем привести дороги в любую точку земного шага. Так вот, вхождение технологии SkyWay на рынок транспорта напоминает вхождение интернета в сферу коммуникации, только это будет происходить гораздо быстрее. И плюс ко всему, как я уже говорил, технология перевозки и перемещения грузов и людей питает всегда те преимущества, которые нам дает мир интернета. И задача компании SkyWay Capital сегодня привлекать инвестиции в наш проект, финансировать строительство этого технопарка и платформы здесь, краудинвестинг и возможность для абсолютно любого человека микрофинансирования, путем микрофинансирования стать совладельцами технологий, пока это еще можно. Сегодня мы в десятом этапе, да, у нас еще предусмотрено шесть этапов, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый. На каждом из них я вам говорил, что венчурная премия будет снижаться, инвестиции к нам идут все более широким потоком, продолжительность этапа у нас сокращается, и цель каждого этапа – это привлечь необходимое финансирование для выполнения тех работ, которые на этом этапе планировалось. Вот чем занимается компания SkyWay Capital. И еще одно направление – это создание благоприятных условий для абсолютно каждого человека, практически проживающего в любой стране мира, дать ему более полную информацию обо всем, о технологии компании, о проекте SkyWay Capital, о его возможностях, которые будут в недалеком будущем, когда он станет инвестором, да, и о тех возможностях, которые есть сейчас – это возможность создания собственного бизнеса, при этом обеспечивая максимальную прозрачность и доступность информации при помощи всех тех инструментов, которые мы владеем на сегодняшний день. Это наш сайт, это наш личный кабинет, это рассылки по СМС и рассылки, скажем так, посредством электронной почты, да, это целый ряд лендингов, это целый ряд, скажем так, еще дополнительных средств, которые вы можете использовать, информировать свое окружение о развитии нашего проекта. Мы перешли на 10-й этап. Вы видите, да, здесь можно сравнить дисконты, которые были еще буквально недавно, до 21-го числа, в сентябре. То есть на 9-м этапе они были дисконты от 25-ти раз до 225-ти раз, вот приумножались инвестиции в зависимости от суммы, которую вы инвестировали в наш проект. Сейчас только от 20-ти до 175-ти, но все равно это выгодно. То есть на пакете, например, тысячи долларов, если люди инвестируют, и многие не считают, что тысячи долларов, да, это примерно там какая-то инвестиция хотя бы. 90 тысяч долей вы будете иметь в собственности. Потенциально мы стремимся к ситуации, когда каждая отдельная доля будет стоить 1 доллар США. Соответственно, сегодня за тысячу можно получить 90 тысяч. Чем дороже пакет, тем больше дисконт. Проект до сих пор еще венчурный, хотя нам есть что показать, имеет что, скажем так, потрогать руками. И мы уже сегодня владеем большими активами в виде предприятий, в виде производственных площадей, которые мы владеем сами. Благодаря тем денежным средствам, которые инвесторы принесли в наш проект. Это стандартные пакеты, которые есть, да. Дальше у нас есть целый ряд пакетов, которые вы можете приобретать в рассрочку. Название у них старт, сеньор, стабильный и бизнес, либо старт плюс, сеньор плюс, стабильный плюс и бизнес плюс. Количество долей компании при выполнении дополнительных условий одинаковое. Дисконт на этих пакетах тоже одинаковый. Инвестиции ежемесячные от 25 долларов в месяц на протяжении 10 месяцев, до 200 долларов в месяц на протяжении 9 месяцев. То есть за 1800 долларов США вы можете приобрести 189 долей компании. Ну и сделать, например, двойной платеж. Первый платеж двойной, то есть не 200, а 400 долларов. И оставшиеся, скажем так, 7 месяцев вы просто будете выплачивать платежи 200 долларов и по окончании выплаты рассрочки вы получите 180 тысяч долей в свое владение, что в итоге может превратиться в 189 тысяч долларов, как я вам говорил. Есть рассрочки большего номинала. 500 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц, 2500 и 5000 долларов в месяц. Ну, у нас эти рассрочки с удовольствием берут люди, проживающие на территории стран Европы. Уровень дохода, скажем так, заметно повыше. Например, Центральная Европа, Восточная Европа. Вот. Поэтому выбирайте те пакеты, которые вам, как говорится, по силам, которые вам комфортно приобретать, на которые вам не придется завязывать себе пояс и пережимать, скажем так, дыхание и пищевод своим родным и близким. Вот. И в итоге те люди, которые приобретают, например, рассрочки большого номинала, становятся практически миллионами со владельцами пакетов долей, потому что, начиная с рассрочки тысячи долларов в месяц, на выходе его получится миллион триста пятьдесят тысяч долей. Далее. Есть пакеты большого номинала, которые позволяют вам еще поставить свою именную табличку возле одного из деревьев на территории технопарка. Пять тысяч, десять тысяч, двадцать пять и пятьдесят тысяч долларов стоят эти пакеты. Опять же, владельцы пакетов становятся со владельцами крупного пакета от шестисот тысяч долларов до восьми миллионов фактически. То есть тот человек, который инвестирует сразу пятьдесят тысяч долларов. Для людей, которые не без различных доходов сегодня, которые с удовольствием дают информацию о нашем проекте, который помогает нам привлекать инвестиции, есть специальные пакеты, которые можно приобретать только с бонусного счета. Деньги на этом счете появляются только от того, что вы даете информацию своему окружению, кто-то регистрируется по вашим реферальным ссылкам, покупает кто-то для себя, будь то в первом поколении либо где-то в глубине, и вам в соответствии с нашей партнерской программой с маркетинг-планом отчисляется вознаграждение на бонусный счет. Вы эти деньги можете выводить, не покупать ничего. Но с бонусного счета можно купить пакеты, у которых дисконт более благоприятный, более, скажем так, комфортный, более большой, чем на всех остальных пакетах. Поэтому вам правее решать самим, но здесь, например, за 250 долларов вы можете купить пакет, в котором дисконт 80, на выходе вы получите двадцать тысяч долларов. в стандартном исполнении, скажем так, на 250 долларов вы такой пакет не купите, потому что если мы здесь обратим внимание, пакет стоимостью так, одну секунду, долю, пакет стоимостью двести, да, 17 тысяч, там у вас получается двадцать, то есть уже выгоднее. Ну и остальные пакеты соответствуют. Далее, у нас есть пакеты, которые вы можете приобрести на совете несовершеннолетних детей. И очень важно, что по окончанию рассрочки они на 9 месяцев рассчитаны, этим детям не исполнились 18 лет. Либо вы тогда должны будете, если не исполнится 18, раньше погасить рассрочку, а это позволяет хоть в течение одного дня вы это сделаете, да. Есть дополнительные условия также на пакете малыш, на пакете студентов, если вы их выполните, то помимо базового заложенного числа долей пакеты, вы еще получите подарок. То есть, если выполнять эти условия, у вас дисконт будет, например, на пакете малыш не 85, а 100, а на стабильном не 90, а 120. Пакеты на транс, которые подразумевают приобретение пакетов дальней компании, вы покупаете за 1000 долларов один пакет в течение 30 дней, если вы покупаете второй, выбрах в этой линейке, у вас дисконт увеличивается с 90 до 120, а если вы еще третий покупаете не позднее, чем через месяц, то до 160. Данные дисконты действуют только на протяжении десятого этапа. Если вы купите один пакет, либо два пакета на протяжении десятого этапа, мы перейдем на 11, вы будете делать следующий платеж, то у вас он будет считаться как первый платеж по пакету и на транс, и по тому дисконту, который будет на одиннадцатом этапе. Поэтому, внимательно следите за этим. Пакет Business Start, который позволяет делать два платежа по три месяца, два месяца, выгодная, по сути дела, рассрочка, она все-таки рассрочка, и вы на выходе получаете 57 тысяч долей. То есть, это очень выгодный пакет. Что еще хотелось бы добавить? Я бы говорил про партнерскую программу. Для того, чтобы развивать бизнес по партнерской программе, не нужно иметь специальное образование, не нужно иметь семь пядей во лбу, нужно иметь, наверное, открытое сердце, и нужно быть готовым просто делиться данной информацией с теми людьми, которые вас окружают. Вы это делаете каждый день, предлагая другим что-либо другое. Рассказывая абсолютно не задумываясь над тем, что вам понравилось. Фильм, еда, одежда, путешествия, что-то там еще. Где-то что-то видели, использовали, сказали, что это классно, и так просто рассказали своему окружению. Кто-то взял и воспользовался тем же самым. Хорошо, если сказали спасибо, это очень здорово сказать. Иногда спасибо дороже денег, но, тем не менее, здесь вы получаете процент по партнерской программе. У нас шести уровней у партнерка. Вы можете расти только в одну сторону, потому что маркетинг-план накопительный, и завтра в 18 часов мы более подробно именно в этом направлении будем говорить. По процентам, да? До 20 процентов вы можете получать с первого поколения, до 24 уровня у нас выплачивается вознаграждение на высшие квалификации. Количество людей, которых вы можете пригласить за собой, оно никем не ограничено. Маркетинг-план относится к маркетинг-плану на верных выплат, и важно, что если выполнили следующую квалификацию по партнерской программе, то в тот же день она вам присваивается. Вам не нужно будет ждать ни день, ни месяц, ни год. Соответственно, более выгодные проценты вы начинаете получать сразу же какую-то квалификацию. Есть целый ряд инструментов, которые вы можете использовать. Наверное, наиболее простые из них это вебинар, который сейчас проходит. Вы можете приглашать на подобные вебинары своих новичков, которые получат первую информацию о развитии проекта и поймут, интересно им это или нет. По сути дела данный вебинар презентация компании это выявление интереса человека, надо ли ему вообще что-то или нет. Если ему стало интересно, он стал задавать вопросы, есть вероятность, что он будет дальше разбираться, двигаться, становиться инвестором и так далее. Далее, это вебинары по партнерке, это вебинары, которых проходит большое количество на разных языках и расписание вы можете найти внутри нашего личного кабинета. Это живые презентации, конференции, которые проходят у нас каждый месяц, каждый день практически в целом ряде городов и стран. В расписании, которое вы можете найти в разделе событий сайта или личного кабинета, на том языке, на котором проходят мероприятия, будь то онлайн либо оффлайн, они указаны, кто проводит, какие ссылки, если это онлайн мероприятие, такой адрес, такой телефон, если это оффлайн мероприятие. И находясь где-то, например, в Владивостоке, а у вас родственники, например, проживают в Лиссабоне, то есть разница часовым колесам 12 часов практически. Вы можете пригласить своих друзей и знакомых на мероприятие, они могут прийти, получить информацию, связаться с вами, стать вашими партнерами, а вы еще будете довольны от того, что они стали участниками нашего проекта и смогут в будущем пожинать плоды того, что стали инвесторами в крупном инновационном инвестиционном проекте под названием SkyWay. Вот такая информация, коллеги. Вы видите адрес нашего московского офиса, московского представительства, которое работает каждый день в будний день, и дежурный менеджер у нас работает в выходные день, который информирует население планеты обо всем, что им интересно касаемо развития нашего транспорта, нашей системы, возможности инвестирования и так далее. Ну и одно добавлю, с данной информацией можно сделать следующее, то есть не заметить ее и пройти внимание, если только присутствует новый, начать задавать вопросы, вникать в тонкости и просто потом дальше понимать, как и что с этим можно сделать. И третье, сказать, что я это уже видел. Таких людей тоже много, я это видел, я это знаю, и именно таких людей, как правило, проходят все возможности в жизни. Они умные, образованные, но не совсем успешные, потому что, ну, потому что, они много знают и ничего не делают. Потому что, скажем так, получили традиционное образование, считая, если у них диплом инженера, то вот этот инженерный диплом он принесет счастье. Хотя инженеры сейчас на синим и востребованные в одном направлении. Потому что, если они стали, например, учителем рисования, они думают, что все-таки скоро государство поднимет зарплату, и как учителем рисования они будут получать много, вместо того, чтобы стать художником и, в конце концов, открыть свою галерею. И так далее, и так далее. То есть, людей, циников, которые могут сказать, да, все это слышал, и все это фигня, это не будет работать. Их очень много. Но цинирун зачастую, это что? это скрытие скрытие своих собственных страхов и переживаний, завалированных под знанием. И так, по крайней мере, это говорит Киосаки, и в пусть свой богатый папа, бедный папа. Что еще хотелось бы сказать? Вот если вы будете людям предлагать данную возможность рассказывать о нас, да, и говорить, как это классно, и так далее, все ли пойдут за вами? Нет. Мне очень понравилась пословица из той же книги, техасская, да, пословица, как говорит Киосаки. Киосаки, все хотят попасть в рай, но никто не хочет умирать. Примерно то же можно сказать, скажем так, о людях, которые хотели бы зарабатывать больше, хотели бы жить лучше, хотели бы есть вкуснее, но не все хотят что-то ради этого терять, тратить время своё, энергии, так далее, так далее. Но всё равно есть какое-то количество людей, которые не безразличны в жизни, которым интересно что-то новое, которому интересно помогать другим, которому интересно развиваться самому, скажем так, при этом неся добро в массы, – и так далее, она больше. Основная идея, струнный транспорт, струнная технология, это идея Юницкого. Но внутри этой идеи вы можете достигать того, чего хотите вы. Потому что все налажено, идея готовая. Просто нужно стать частью этой идеи, частью проекта и двигаться в его русле, пожиная плоды по мере собственной активности. Вот таким вот образом. Все достаточно просто. It depends on you. Все зависит от вас, коллеги. Как вы это воспримете, как вы это будете делать и как вы будете двигаться дальше. У меня на данный момент вся информация. У меня нет цели вам долго рассказывать про струнные технологии и описывать, как мы можем это применять в направлении осложнения труднодоступных мест, месторождений, чего бы то ни было и так далее. Краткая презентация. Если есть вопросы у ваших новичков, они могут их задать вам. Вы можете их соединить в трехтороннем разговоре с наставником, в конце концов. Либо если этот человек находится рядом с вами, задайте вопросы ему, тому, кто вас привел в данный проект. Анатолий меня спросил, какая структура компании SkyWay. Вопрос хотелось бы понять, с чем он связан. Потому что, если вы хотите посмотреть схему взаимодействия, скажем, компании SkyWay, Apple, компании Unisky и так далее, зайдите в личный кабинет, найдите инвестиционный меморандум. Там есть структура, по которой вы можете посмотреть, что откуда идет, где имитированы доли компании, куда они переходят, какой холдинг их распространяет, в реестр чего вы записываете. То есть это все несложно. У меня сегодня не юридическая информация, а не организационно-штатная структура нашей группы компаний SkyWay. Целек, первичная информация. Любой человек, который начинает в чем-то разбираться, он информацию найдет. В чем отличались советские инженеры, кем-то им давали, скажем так, их нельзя назвать плохим образованием или хорошим. Но многие инженеры, получившие образование в СССР, они могли легко найти информацию, касаемую того, с чем им приходится соприкасаться. Что, кстати, не всегда так же легко находят специалисты узкого профиля, которые большие специалисты в чем-то, но получавшие высшее образование за кордоном. Я сейчас не критикую никого, но небольшая разница. Ну, может, у нас сейчас металка так называемая есть, да? Какие еще вопросы, коллеги? Ну, есть таковые действия. Да никакой у меня разницы нет. Дело в том, что это две разные компании. Да, есть Skyway Capital, полное название Skyway, First Skyway News Group, зарегистрированная в Великобритании. Есть компания Skyway News Group, которая, скажем так, фонд, как мы говорили, руководителем которого организатором был Андрей Хавраков. Он и есть. Это две структуры, работающие в направлении организации технологий Skyway. Вот и все. У них свои механизмы работы, у них своя какая-то система образования, у них свои инструменты, скажем так, позволяющие вам зарабатывать деньги, свои маркетинг планы и так далее, и так далее. Но в итоге все сходится в одну структуру. То есть у вас записывают в итоге в один регистр, и вы становитесь владельцами непосредственной технологии на данный момент, пока данная возможность есть. Разница, то что это два разных абсолютно. Это какая разница между мной и вами? Вы Анатолий, я Максим. Вы мужчина, я мужчина. Но вы живете там, и я живу здесь. Вы делаете одно, я делаю немножко другие вещи какие-то. Но мы оба, скажем так, являемся партнерами компании, группой компании Skyway. Или какая разница между автомобилями Kia, например, и автомобилями компаний Hyundai. И то, и то машина. 70% запасных частей, точнее не запасных частей, а то из чего они состоят, они одинаковые. Двигатели одинаковые, там, трансмиссии и так далее, и так далее. Между собой, как они, вот как вы видите сотрудничество этих двух компаний между собой? В чем? Вы, например, являетесь, скажем так, дистрибьютором завода рублевских колбас в Москве. И я. Я у них беру и реализовываю, вы у них берете и реализовываете. Как мы между собой будем сотрудничать? Колбасой обмениваться? Зачем этот вопрос? Абсолютно не нужен. Есть презентация SkyVime Group, пожалуйста. Есть презентация нашей компании. Есть, скажем так, возможно еще что-то, вот я чего-то не знаю, потому что вот есть, есть возможность у вас сотрудничать напрямую с компанией Россия. По поводу форума Белоруссии, я не знаю, о каком форуме вы говорите. Я знаю, что запланирована конференция, у нас внутри личного кабинета прописана информация, что в ноябре 11-го числа будет проходить международный мероприятий в Белоруссии. Если меня туда компания отправит, если, скажем так, будет надобность в том, чтобы я принимал там участие, я не отхожусь, мне это нравится. Я это люблю. Я люблю общаться сегодня, я люблю давать информацию, включать на вопросы, сам чего-то нового узнавать люблю. Понимаете? Но я сотрудник компании, да, поэтому если меня отправят, значит меня отправят. Если скажут мне, Максим, ты там не нужен, значит меня там не будет. Вот так вот, Бартер. А был бы с удовольствием, конечно. Вот на форуме, который был здесь в Москве, два дня на выставке, я вот с Кириллом Бадулиным был на нашем форуме, на нашем стенде, очень здорово. Два дня отработали, динамично жило, как-то время пролетело, и люди были, подходили, и мы все время давали информацию и так далее. Сами что-то там новое узнали. Итак, друзья, ну а что рассказать про выставку? У меня есть фотографии, я вот сейчас их обработаю. Если там где-нибудь напрямую, вы мне можете позвонить, выберем время в скайпе, мы друг у друга есть. Я там какие-то фотографии, может, покажу и так далее, где-то поделюсь. А сейчас как бы не целью сказать именно о выставке. Знаю, что вставал в пять, знаю, что не спалось, потому что, скажем так, энергии было много, знаю, что, скажем так, делился информацией с теми людьми, которые приходили. Приходили чиновники разного уровня, приходили там с Ульяновской области, с Саратовской области, с Владимирской области, с Калужской области, да, то есть представители этой ассоциации. Это то, с кем мне приходилось общаться. Приходил представитель Финляндии, который является сотрудником, вот, очень странное, очень, хотя для меня это знаковое сочетание, сотрудником Министерства транспорта и связей Финляндии. У них коммуникации, транспорт это коммуникация и связь это коммуникация, объединено в одно министерство. А у нас, помимо того, что это разные структуры, еще внутри них там куча всего, то есть страшная бюрократия. Ссылка в YouTube германская, если вы хотите, Анатолий, я вам сейчас новую ссылку дам на новый канал в YouTube. Мы буквально, у нас заблокировали каналы YouTube, сейчас там написали мы письма, но если вы ищите именно немецкую ссылку канала YouTube, новую, я вам сейчас сюда ее сброшу. Вот видите, все-таки появляются и конструктивные такие вопросы. Пожалуйста, это новая ссылка немецкого канала в YouTube. Тоже работает отлично, поверьте мне. Потому что, если нас сравнивают еще по YouTube, Skyway Invest Group и Skyway Capital, и говорить, что мы там в чем-то виноваты, что у нас что-то не работает, а у Skyway Invest Group все четко как часы. Ну, я считаю, это совсем как-то вот некорректно, что ли. Понимаете, да? Это не причина, не сотрудничество. Потому что вот у них YouTube работает, он как бы не отключался, а у вас отключили. Да, бывает, блокируют аккаунты. У нас 9 каналов заблокировали за 30 минут. И сейчас уже восстановлены, и теперь 9 новых каналов видео есть в Капитале. Это никакие проблемы. Вы знаете, Лайла Хусейновна, да, вот печатные материалы получить не очень просто, потому что в основном они находятся у нас непосредственно в Минске. Вы в какой стране сами проживаете? Анатолий, вы меня не слышите. Вот придите, пожалуйста, на завод. Вы в Германии живете? Придите в Вольсбург, да, и придите в этот, в Мюнхен. Вот. Там BMW делают, а там Volkswagen. И скажите, почему вы вместе не можете работать? Объедините свои, пожалуйста, две компании. То есть, исходя из вашей, скажем так, отношения к чему-то, у нас должна быть одна компания, производящая автомобили, одна компания, которая разрабатывает поезда, да, одна компания, которая делает самолеты, одна компания, которая печет хлеб на весь мир и так далее, и так далее. Ну, включите немного голову, извините, что я так говорю. Вот. Две разные компании, два разных условия, да, которые придерживаются правил группы компаний Skyway относительно дисконта, имеют свои инструменты работы с людьми, предоставляют возможность зарабатывать, но каждый своим путем. Продавец Kia и продавец Hyundai, они могут зарабатывать разные деньги, потому что у них разная мотивационная программа. Коллеги. Вопрос абсолютно ненужный в плане того, что мы мирно работаем, спокойно, я никаких претензий не имею, никого там не обливаю грязью, мне это не надо. Люди занимаются своим делом, у них свой бизнес. Андрей Хавратов, он бизнесмен, он создал структуру, приносящую ему прибыль. Понимаете, о чем я вам хочу сказать? Вы живете в Германии, ни один уважающий себя предприниматель Германии не будет просто так что-то делать, чтобы ему деньги не приходили, прибыль, понимаете меня? Да хоть в десяти фондах у вас кабинеты, я не знаю, зачем вы это сделали. Мое отношение такое, если вы развиваете бизнес, акцент делаю, развивайте бизнес. Потому что это MLM все-таки, это партнерская программа многоуровня, развивайтесь в одном проекте. Не засоряйте мозги людям, вот они потом так же, как вы, начинают задавать вопросы, какое отношение, а почему вы друг к другу так относитесь, да, хотя я нормально отношусь, вот. Почему у вас разные маркетинг-планы, вам это нужно, остановитесь на одном проекте и развивайтесь в нем. Зарабатывайте там деньги и позволяйте зарабатывать тем, кто приходит с этим за вами. Никаких проблем у вас не будет. Касаемо Ингушетии, то есть вот такие буклеты у нас недавно вышли, да, вот вы говорите, печатные материалы и так далее. То есть у нас, ну, у нас есть поддержка, да, письмо. Поэтому вы можете прислать письмо на почту, объяснив, что я бы хотел получить такое-то количество печатной продукции, во что мне это обольется и во что мне, скажем так, как мне это получить. Мы это письмо отправим в Минск, потому что данные буклеты печатаются там. Если вы закажете какое-то приличное количество, дальше будем думать, как вам отправить. Но почтовые расходы вам придется оплатить и, возможно, печатную продукцию тоже. Я сейчас просто не готов ответить, я с этим не работаю. По поводу проблем в Нюрнберге, Анатолий, честно, не знаю вообще никаких. Я не был в Нюрнберге, я сторонник того, чтобы люди развивались нормально. Каждый выбирал тот инструмент, который ему позволяет чего-то добиваться. Если вы садите картошку, кто-то может сажать ее лопатой, кто-то может сажать ее трактором по трактору, кто-то под лошадь, кто-то может ее сажать под совки детские и так далее. То есть это дело каждого человека. Я вот так вот думаю, понимаете. Фонды создавались для привлечения средств. Как Капиталовский, который, скажем так, был создан где-то даже по подсказке нашего руководства Ницкого. И благословлен ей, вы видели договор заключения. Фонд, который создал Андрей Хавратов, он был создан очень быстро, в 2014 году, в октябре месяце. Вот таким вот образом. Вы знаете, Анатолий, 100 вопросов, 100 ответов есть на сайте Юницкого. Зайдите там, скачайте себе в PDF формате. Вы сможете распечатать это на принтере, если захотите грамотно. Потому что нужно ли печатать книгу 100 вопросов, 100 ответов? Она есть готовая. Знаете, Дмитрий, помимо левой и правой руки, есть еще и РСВ, в которую люди инвестируют. То есть это средняя рука. Поэтому тут трудностей, я считаю, никаких нет. И что было в Нюрнберге, я в принципе не знаю. Я у Жанны спрошу, что там было. А у нас в кабинете тоже есть 100 вопросов, 100 ответов. Внимательно поищите просто-напросто. Вы пытаетесь мне найти то, что, скажем так, есть СВИК и нет у нас, Анатолий? Ну, ради Бога. Есть что-то у нас, чего нет у них. Есть что-то то, что есть у них, нет у нас. Но и что, ради Бога, это нормально. Мы разные люди. Я не знаю, про каких стикеров вы говорите, которые не знают технических ответов на технические вопросы. Но, в принципе, вы знаете, любого спикера можно завалить техническими вопросами, при желании. Если захотите. Да вы можете даже сделать себе флаг, вы можете даже придумать какую-то форму объединения и так далее, но поймите правильно. Вот я вам еще раз рекомендую. Возьмите, напишите плакат, идите в Воджбург и идите в Бюнхен. И объедините два этих автоконцерна, хорошо? Можете еще Мерседес, кстати, добавить туда. И три в одно сделайте, и будет классная машина. Только послушать ли вас кто-нибудь или нет, это уже другой вопрос. Итак, коллеги, хорошего всем вечера. Спасибо за вопросы. Надеюсь, завтра кого-то увидеть, скажем так, в это же самое временно, на 18 минут раньше. Завтра будет партнерская программа, на которой мы с вами пообщаемся. Вот, и может быть, даже опять же полистаем те дисконты, которые у нас были, чтобы вспомнить недалекое прошлое. По поводу 19 декабря не знаю, про какую конференцию Бартова написали, но насколько мне не изменяет память? Если вы говорите про конференцию в Москве, то я сейчас посмотрю, но мне кажется, она была запланирована на 12 число. Ну, я могу ошибаться, я вот сейчас открываю прямо при вас, потому что я сам создавал это мероприятие внутри личного кабинета, и какую информацию мне дали, такую информацию я и в личном кабинете разместил. Тут Москва вообще указана 9 декабря. Пока точной информации, что, как, почем будет, я не могу сказать. Вот. Ну, я думаю, скоро мы будем это знать. Мы обязательно вам сообщим. Сейчас по Польше немножко информация выясняется. Опять же, сталкиваешься с информацией, сталкиваешься с такими вещами, тебе присылают информацию, ты ее делаешь, потом тебе пишут, что ты не то разместил, хотя именно тебе прислали то, что ты размещал. И говорят, давайте это переделаю быстро, а быстро уже не получается переделывать. Поэтому лучше, когда все создается без спешки, заранее, да, грамотно спланированно и так далее. Тогда не бывают трудности, связанные непосредственно с переделыванием, с напряганием людей, с работой в неурочное время и так далее, и так далее. Коллеги, спасибо вам еще раз. Здоровья вам, любви и денег. До встречи на следующих мероприятиях на этой неделе. С кем-то, возможно, вживую где-то будем пересекаться, я уверен. Вот. Ну, и успехов вам везде. Как в бизнесе, касаемом развития нашего проекта, так и просто в жизни. Вот. Анатолий продолжает, скажем, наставить. Ну, и что, что Бент и Ауди объединились? Рено и Жигули тоже объединились. Ну, все ли объединяются? Анатолий, ну, вы не устали еще писать вот это вот все? Честно скажите, к чему вы стремитесь-то? Что вы хотите от него? Вольфлаген объединился со Шкодой. Ну, и что? Вольфлаген объединился там с Сиатом, да, выкупил завод Сиат. Дальше что? Тойота повыкупала какие-то заводы, Форд Моторс повыкупал какие-то заводы. Дженерал Моторс там чуть не сдохла, да, недавно там кто-то их зацепил. Опель ваш, кстати, немецкий, блин, умирал, его хотели в России купить, его Дженерал Моторс выкупила. Ну, и что теперь? Мы не разъединяемся вообще, у нас не было такой мысли. У нас отдельный фонд, там отдельный фонд. Никто никуда не разъединялся. Было создано две разные компании, и все. Компания Ордой, компания Индезит, два родных брата, выпускают примерно одну и ту же технику. Какие трудности у вас, Анатолий? Компания Сименс, компания Бош, выпускают стиральные машины и холодильники. Объедините их в одну. У меня все, коллеги. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok